Всем привет! Добро пожаловать на канал Плэдхо! Сейчас мне туда новую кровать не добавить Хотя казалось бы, место свободное есть Да и вообще в принципе сама по себе территория позволяет Но вот смотрите, открываем молоток Берем, значит нас интересует мебель Дальше мебель для дома, кровать Установить, что у нас пишется в левом нижнем углу Лимит мебели достигнут Больше такого типа мебели разместить нельзя Даже если я удалю фонарик, там баннер Вообще все могу удалить, оставить только места для кровати В любом случае их здесь уже будет не установить Чтобы нам можно было заселять в дом 2, 3, 4 человека и так далее Нам потребуются дома средние и больших размеров Поэтому мы просто ждем, когда открывается такая технология Но в любом случае, чтобы нам приглашать новых людей Нам свободные места нужны здесь и сейчас Поэтому будем дальше строить такие маленькие домики Ну а потом, да, наверное, их скорее всего просто разберем Значит нас сейчас интересует что? Я хотел бы пробежаться, кроме как по домам А, нет, я наверное, да, пробегу сейчас по домам сперва А после уже как раз таки посмотрим, что у нас еще есть по другим объектам Например, по декору Дом, маленький дом Дальше мы тебя поставим А мы тебя поставим А я даже не знаю, куда я тебя поставим А, я знаю, куда мы тебя поставим Мы тебя поставим, наверное, пока вот сюда Потом мы склад отсюда перекинем на территорию Где у нас находится вся производственная зона И здесь дальше будем формировать такой небольшой жилой райончик Ну, до тех пор, пока уже не сделан такой глобальный переезд Хотя, если честно, мне это местечко из всех, что мы с вами видели На данный момент мне оно больше всех нравится Ладно, значит возвращаемся к домам Мелкий дом и я тебя поставлю О, я, кстати, тебя вот сюда прям потяну сейчас к этому дому, да Ровно чтобы это было Сейчас мы проверим Ох, вот так вот, да Вот видите, как у нас мастера работают, да Строители ни при чем не останавливаются Главное, это чтобы было все хорошо и замечательно Я выведу тебя, наверное, ближе вот сюда Чтобы с той стороны можно было сделать и дорогу Или, может, какую-то небольшую такую территорию Ну, в виде заборчиков и так далее Значит, первый макет мы поставили Я думаю, первый и единственный пока, да Нам больше это не нужно Дальше, что у нас здесь есть Оборонители сооружения пропускаем Нам это ничего не нужно Заодно полностью по этому круговому меню пробежимся И посмотрим, что у нас суммарно доступно по разным объектам Здесь нам требуется котелок У нас его нет Значит, всякие склады, наверное, также мы пропускаем Дальше палка не нужна Ловушка для зайцев Вот, кстати, хорошая тема Я бы ее где-нибудь поставил Только, наверное, ее имеет смысл ставить Где у нас идет сбор ягод Почему? Потому что там иногда Мы с вами видим и лис, и зайцев И там же у нас появляются гнезда, да Где мы собираем яйца Вот, поэтому, наверное, имеет смысл Установить ее где-нибудь здесь Вот Тут, наверное, даже я тебя установлю Мы тут с вами как раз и зайцев видели, да Отличное местечко Во И сразу тебя построим Доска есть Бревна есть Так, а какую-то туда надо Приманку или что-нибудь еще Не Просто переместить Слушай, нифигашники нет Ну-ка, есть вид от первого лица Там что-то лежит Морковка какая-то, что ли Да ладно Серьезно? Вы посмотрите Там же прямо видно сейчас отчетливо Там зайц лежит уже С ушами Со всеми делами Нифига себе А это как так? То есть Типа Дохлый заяц будет приманивать Других дохлых зайцев? Будущих дохлых зайцев? Это странно Это реально странно Удивлен Как говорится Теперь в этой жизни видел все Значит Дальше Кроме как ловушки Давайте смотреть Что у нас еще доступно Ну Для строительства нам Естественно Сейчас это все дело не нужно Далее Скамейки Пропуск Указатели Указатели Кстати, как у нас выглядят? У нас есть каменные У нас есть простой камень И у нас еще есть Деревянный указатель Да? И что ты у нас указываешь? Ну Наподобие, наверное Производство здесь Или какой-нибудь там Объект важный Тут находится Я, наверное, поставлю указатель Где-нибудь с этой стороны Почему бы и нет? Пускай для разнообразия У нас он будет Сейчас так же Тебя сразу возведу Ну Хоть какой-то Такой вот небольшой декор А мы с тобой можем взаимодействовать? Не можем А если вот так сделать? Тоже не можем Слушайте Я, походу, кое-что пропустил Надо вернуться К ловушке зайца Я же с молотком стоял А если мы его уберем То, по идее У нас должно быть С ним какое-то взаимодействие Да? Открыть Нет Нифига себе Это получается В этой коробочке Столько зайцев может храниться? Мать моя женщина А этот Тебя аж сама офигела Да Это тебе не кусты собирать Это тут уже Серьезное дело Значит, указатель мы поставили Пускай будет Хотя пока он на самом-то деле Бесполезный Особо не понял его Такого смысла Мишень для стрельбы Из лука Давай это сделаем Где-нибудь вот здесь Потому что у нас здесь Хижина охотника Да? И здесь мы делаем лук Пускай у нас здесь будет И еще Вот такая вот цель Где-нибудь сбоку ее поставлю Если что Чтобы стрелы как раз-таки Улетали уже Коим-то туда далеко И никому Случайно в голову Гоится не попали Это мы довозведем Далее Нас интересует С этой стороны Что еще? Желоб есть Хм Давай-ка мы его поставим Мы его поставим Вот здесь С этой стороны Около Кстати, мы его можем Поставить даже вот здесь Около домов Чтобы им было проще Добывать воду Да? Например, вот с этой стороны Почему бы и нет? Прямо вплотную тебя Поставлю Во Пускай будет Слушай, а там, кстати, уже вода есть Мы ее можем пить? Открыть? Да ладно Потихонечку собирает воду Слушай, ну тогда надо будет Очень много бревен И таких вот Устройств раскидать По полной программе Чтобы со всех сторон А что ты так села? Не, я понимаю, что ты тебе Можешь что-то позволить Ну, спину что-ли Грелишь от костра? Либо скамейку Я неправильно изначально установил Хотя, ну, сиди как хочешь Если ты, как бы Ты свободный человек Делай, как тебе нравится, да? Дальше нас интересует По постройкам Что же еще? Это у нас Не, это, наверное, мы пропустим Зловещее сооружение Для повышения Для повышения, точнее, людей Ну да, и для повышения тоже Повыше их повесить, да? Тележка Да, мы ее установим Где-нибудь около нашего Производственного блока Допустим Это он, лиса бегает Смотрите, а Допустим Где-нибудь вот здесь, да? Пускай будет с этой стороны Мол, они подтаскивают Уносят все Первая телега будет здесь И еще, наверное, и одну дополнительную телегу Я поставлю вот с этой стороны Где у нас происходит добыча Перевозка железа Как-нибудь Можно себя впендюрить, а? О, можно Все Железная руда, правда, потребуется Ну, это на будущее Какая-то пока как маркеры Напоминание, да? Далее Это у нас идет освещение Ну, вот здесь требуется железо А средние подставки для лампы Пока нет смысла ставить Потому что у нас нет бумаги Чтобы можно было это все дело там Установить в виде фонариков Тебя пропускаем Дальше Ворота Ворота это классно Ворота это круто Широкие деревянные ворота Есть широкие ворота из коры И тоже из коры, да? Это узкие А широкие Насколько широкие? Это широкие? Ну, такое себе прямо Где у нас вообще будет Можно сказать Главная тропинка в наше поселение Вот из того, что есть сейчас, да? До какого-то глобального переезда Ну, как вариант, наверное, вот здесь, да? А, нет, здесь у нас не вариант Камни надо будет удалить И тогда будет вариант Да Здесь такая у нас хорошая открытая Так Открытая территория Да, наверное, поставлю тебя Ну, как-нибудь вот так Пока Пускай будет Якобы вход, да? Дальше Все остальное пропускаем Заборы пропускаем Это у нас идет светилище Закрыто Ворота тори закрыта Здесь Нет, ну, на грубе Я думаю, мы это пропустим Дальше Лачуги нищих Все закрыты После этого у нас идет Сейчас, стоп Да, все правильно Вот сюда, да? Колодцы Плюс один колодец Я обязательно хочу добавить Куда-нибудь Вот сюда Как минимум Хотя бы для декора Почему бы и нет? Нет, стоп Мы его хотим добавить Вот сюда, да Вот это местечко Влезет Нет Не вылезает С этой стороны Ну, неудобно Он прямо уже начинает В крыше упираться Тогда придется Мы тебя поставить Вот здесь Пустые удалятся И, соответственно Можно будет Это все уже Спокойно Лицезреть Дальше Это мы пропускаем Фермерство Что у нас здесь идет? Рыболовные стойки Все заперто Сушильная стойка Так, значит У нас сено Сено-сено Будет находиться Склад Если у нас будет Переезжать вот сюда То ее мы можем Я думаю Временно мы можем Поставить ее вот здесь А после уже сделаем Подстройку ее К нашему складу Далее После тебя У нас Так, компост-пропуск Сток-сено Есть? О, господи Ну, это не сток-сено Это стогик Это прямо маленький какой-то Пропускаем его Дальше Это у нас Бамбуковый учебный столб Ну, наверное Пропустим Нет, стоп Не сюда Это у нас было Вот здесь Да Хотя Хотя-хотя-хотя Мы вот здесь Делаем оружие Как вариант Можно попробовать А, мы его поставим Знаете, куда? Там, где у нас идет Хижина охотника Да Вот здесь Сбоку ее установим Будешь тренироваться По Стрельбе И как раз таки Если что Вот можно здесь Какие-то надрезы сделать Пускай будет с этой стороны Хотя нет Не с этой Сейчас тебя переместим Куда-нибудь Вот сюда Вбок Под углом Установлю Дальше Что у нас еще Здесь есть Колокольный пропуск Сторожевая башня Закрыта Сарай Но нам сарай не нужен У нас стоит большой склад Дальше По жилым зданиям Пропускаем Дома все есть По производственным объектам У нас здесь идет Хижина Лесоруба Так это все есть Есть А у нас все есть Да Эти объекты нам Недоступны Дальше Служебное здание Таверна Господи Когда же она будет Прямо в самом центре Если надо все деревья Кидри Ни фини выкушу Ради нашей таверны Да Складские здания Склад у нас Хранилище есть Да есть Это есть У нас все имеется Это остальное у нас Под замком Пока что Следующая вкладка Мебель Смотрим Начнем наверное С мебели для дома А ну для дома Мы все что могли Поставили уже Дальше Структуры Производственных зданий Нас интересует По еде Все установили Дальше По лесорубке Мы установили Тоже все Склад у нас Также имеется Этой постройки У нас нет Дальше Охотничий домик У нас Стол для изготовления Есть Склад там имеется А вот стойки Для стрел У нас нет Надо тебя брать И наверное Сразу где нибудь Здесь сейчас Попробовать установить О У тебя в уголочек Можно сказать Прямо идеально Ты у нас здесь Можешь Встать Возвращаемся К нашей Планировке Здесь у нас Что должно быть Больше Походу Ничего А слушай Хранили Еды Ну Можно Как вариант Здесь Бокуда Установить Пускай Тоже будет Тут требуется Просто солома Наверное Сразу И построим Готово А на тебя Что надо А ну Здесь требуется Ооо Там требуется Стрелы Но стрелы Они нужны Только для того Чтобы их там Устанавливать Да И так же Оттуда их Будем забирать А нет Они нужны Для строительства Они прям Нужны для того Чтобы строить Но я не готов У нас 14 стрел Еще есть И придачу Конечно Надо будет Сделать еще Парочку У нас хватает На них сейчас Ресурсов Хватает Сделать больше На максимум Изготовить Погода плохая Ночь настала Ну как раз таки Да То что нужно Для того Чтобы сейчас Взять топор И идти добавить ресурсы Готово Далее Это мы пропускаем Возвращаемся сюда Вот сюда Это мы сделали Это у нас есть Так Что у нас там было еще Ага Структура для Плотницкой мастерской Есть Остальное у нас Недоступно Да Хранилище напитков Ну наверное Ставить его нет смысла Потому что у нас есть И так общее Хранение для еды и воды Тем более Ну если в охотничьей хижине Это еще логично Да Он где-то должен мясо хранить То в Плотницкой мастерской Ничего страшного В соседнее здание зайдет И перекусит Возвращаемся сюда Тут у нас больше ничего Нет Да Структуру бумажного производства Вот жду Потому что у нас будет Очень много фонариков Хранилище Есть все Кроме льда Понятно Потому что у нас Его еще Таткового тоже нет Затопленный очаг Это у нас для домов Идет Пропускаем Дальше Общее украшение Мишень Здесь стрельба из лука У нас идет Через обычную декорацию Малый жезл Гохея Пропускаем Источники света Лампы Пропуск Дальше Оружейная стойка Недоступна Дальше Нас интересует Настенное украшение У нас только одно Которое вешается В обычный дом Плакаты Баннеры Прочее То же самое Простая катана Ну Короткий лук Слушайте Ну по сути да Как бы из-за того Что мы могли себе позволить Уже сделали все Остается только ждать Раскачки нашей династии И уже можно будет Тогда Это все дело Дальше устанавливать Да Так значит Что у нас здесь идет Требуется всего лишь Один бамбук Можно сделать уже А нет Не бамбук требуется Нам требуется кожа Вот Чтобы сделать Следующего уровня лук Но у нас он еще В любом случае под замком Все ясно Понятно На улице темно Значит пока я потихонечку Покажу Подолблю Как только начнет у нас Появляться первые лучики солнца Сразу же Ой какая гроза там далеке Вы посмотрите Мелька это прямо Ну хороший хозяин Собаку на улицу Не выгоним конечно же Да Нет Виды классные Виды классные Да Ну В общем пошел рубить Как на остании тут Мы сразу отправляемся уже По заданию Единственное Я не знаю где она находится У нас Надо сразу поставить Отслеживание Цели И у нас Это идет Запросить разрешение На заселение Это седьмой уровень требуется Нам надо будет отправиться В сейге Да Чтобы научиться Работать с деревом Это у нас скорее всего Будет вот здесь Да Угу Но примерно ясно понятно Заодно посмотрим Всю северную территорию Хотя возможно и вот сюда Короче Пойдем по всем значкам Да Ночка что-то сегодня выдалась Дает она жару в общем Как-то даже первый раз Такое я вижу Чтобы вот настолько Сильно испортилась погода А ты что там ходишь-то Одна Прямо около воды Ты с ума сходишь Иди домой Спи Если бы не надо было Дом построить Я бы уже давно В какой-нибудь рюльке валялся Единственное По поводу дома Я наверное Сделаю сейчас Небольшую Кастомизацию Например Это у нас будет Просто маленькая Да Окно А если мы такое сделаем Это как оно выглядит Ну примерно то же самое Да Хорошо Пускай вот здесь Окошко у нас Здесь окно Дверь оставляем Как есть Это мы наверное Сейчас закроем Простой стеной Здесь мы закроем Тоже простой стеной Здесь окна нам Не нужны Закроем тоже простой стеной У нас будет одно окно здесь И два с этой стороны Хотя наверное вот здесь Добавлю окошечко О О О, теперь строим Я очаг наверное вот сюда перенесу А кровать я перенесу Вот сюда Субтитры сделал DimaTorzok Управление династии Пятна Я думаю да Скоро здесь уже будет все Основательно закрыто О Кстати Лисица Точно Это Это кстати очень хороший момент Для того чтобы Во-первых достать Достать явно не факел Нам нужно Да и не еда нам нужна Мне нужно наверное копье Да Где наша яра Вон оно А лисица Лисица сваливает Я сейчас ее догоню О Так я может быть ее догоню Просто затыкаю А Нафиг мне того не бросать Энергия кончилась О Во Она поняла Она поняла все Теперь мы быстренько Меняем инструмент наш На тебя Отлично Найс шот Да Забираем Ну а теперь Видите Уже никуда им не скрыться Они теперь как на ладони Мех есть Мясо есть Я хотеть проверить Что у нас там По зайцам Такой ножом несется Маску еще Вот надеть туда Дьявольскую Он не баба И вообще Будет просто Мега классный вид Кстати Таким видом Будет очень неплохо Попробовать зайти к бандитам Может они передумают Там в дальнейшем Стерроризировать А Так О Смотри Мясо-то появляется Так Это не то да Мясо Это лисица Это у нас Зайчатино уже Надо посмотреть Что там по шлепкам Все таки Если мы пойдем в лес И там будет Глубокие снеги Ну в наших Сандалиях Это Ну минус ноги Мясо наверное Оставим Это Отправляем На Дальнейшее Употребление Нашими жителями Так Это оставляем Оставляем Ну по сути все Сейчас перепроверочку Сделаем Еда Вода Все дела Все есть Да Шикарно Мясо на ход Ноги Сейчас Ищем Ищем А У нас Закрыто Все Ну в общем Мы упираемся Исключительно Вот В технологии Которые у нас будут идти Уже по уровню Нашей династии Ладно Тогда Ну бегаем Значит таким образом А ты что тут встала Бедненькая Она замерзает Понимаю Мы можем тебя согреть И за кустом спрятался Ладно Побежали Нам надо идти С вами В 800 И 1800 Слушай Это будет долгое путешествие Ну а с другой стороны Может быть что-нибудь Найдем интересное Или наоборот Встретим кого-нибудь Интересного Да Никогда не знаешь Где какие дороги И куда они нас приведут Гнездо оставлю Я бы вот эту Симпапулю К нам Пригласил Что-то она тут сидит В этом розовом саду Одна Одинокая Телега пустая Никто не греет Никто не любит Да Чее омэ Чее омэ Добро пожаловать Так Я оставлю тебя С твоими делами Ну вот видите Не хочет она к нам А мы хотим Надо посмотреть У нас получается Развилка Господи Я все забываю Что у нас нет возможности Здесь приближать карту Да Так Получается Мы тогда будем На всех развилках Держаться правой части И таким образом Мы сможем Вот выйти К нашему первому маркеру Я очень надеюсь Что все-таки Разработчики Не будут Очень сильно Скажем так Откладывать Свои обещания По поводу Средневековой династии И клуб режима Но самое важное Не только то что там Добавится клуб режима А то что они анонсировали Что там будет еще Переработанная часть карты Это будет интересно Поэтому 100% будем также Ее проходить Или наверное даже уже Можно сказать Полноценное новое прохождение Это даже не перепрохождение Хотя у нас с вами есть Именно средневековая династия На канале Но вот именно в новом формате Это будет интересно посмотреть А еще Относительно скоро Выходит У нас Новая карта Новые монстры Новые возможности В игре Икарус Там у нас есть коп Но я хочу сделать Ее соло прохождение Потому что в копе Мы уже ее играли Проходили на стримах А это будет именно На видосах Тоже соло прохождение Думаю будет интересно На новой этой локации С новыми возможностями Это будет круто Да и тем более Мэкспириенс Ну в смысле опыт На одного человека В такой игре у меня еще Не был В общем нас ждет Много Выживалок Ну и это Конечно я анонсировал По тем играм Которые в принципе уже вышли Но кроме этих Еще и новые выходят Хотя вы и так знаете На канале постоянно выходят Новые игры Разнообразные игры Знакомлюсь с ними Проходим их Либо просто Скажем так Посмотреть на них Не более чем С этим проблем Тоже точно у нас Никогда не было Так Открыто строительная площадка Сторожевой башни Угу А где А вот вижу Макета тут Слушайте Ну теоретически Конечно мы можем Поставить здесь Наши специальные постройки Но есть ли в этом Здесь и сейчас Смысл Думаю нет Она на карте У нас отображается Да Но у нас видите Все мосты И все переходы Они отдельно Такими вот белыми Маркерами Подсвечиваются Ну вот она да Обеспечивает обзор Близлижайшей территории Ох Мне бы сейчас сюда сноуборд Я бы скатился Чтоб здесь ноги не ломать Но я попробую Аккуратненько Еще одна площадка У нас открыта А где это у нас Мост А вижу Вот Проект есть С той стороны Угу А ну вот у нас Да Походу То самое поселение Оно было Ближайшее К нам То есть Просить О том Чтобы у нас Произошел повышение Да Разрешение на заселение И требовать Седьмой уровень династии Это вот Будет на той горе Судя по маркеру Что касается династии А у нас Видимо уровень есть уже Да То есть мы можем Туда спокойно сходить Я просто помню Что мы были шестого Но видите Уже уровень поднялся Да Зеленые ворота У нас здесь загорелись У нас белые Коричневые Есть и зеленые Это наши соседи И также у них Есть еще отдельно мост Тоже спецпроект Ну это наверное для того Чтобы вот как раз По этим мостам Они к нам Приходили Ну и просто Дружили поселениями Да Видите Ах Как бы я ни старался Ноги не замочить В этой Адовой ледяной воде О Вот это классно сделано Вы посмотрите О Здесь прямо Очень атмосферненько У них Отличается Само по себе Поселение От того Что мы с вами видели Ивасаки Там все иначе Так У нас здесь Раз вопрос Ё-моё Сколько там вопросов Офигеть Вы только гляньте Наверху На самой шкале Здесь задание будет Наверное До чертиков Ну ладно Здесь что-то можно залутать Походу нет Это Это либо какое-то Производственное здание Либо у нас будут выглядеть Дома среднего уровня Таким образом Слушайте Походу да Походу именно так Они будут выглядеть Подушки у нас есть Уже нормальные кровати стоят А мы можем даже Сверить и проверить Смотрите Открываем дом Да Значит дальше нас интересуют Дома И Вот А это большой дом Это большой дом Судя по тому Как он выглядит Вот он Да Там и склад нарисован Ну да Это он Это конкретно Это постройка Угу Это она Вот так будет выглядеть Большой дом Ясно Ну Знаки вопроса Мы обязательно проверим Сейчас торговцы И небольшое Вот тут Лутание Хотя тут походу Пустовато у всех А у тебя Что есть хорошего Полезного Подъем 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 Такой пукнул Да И рукой махнул В сторону супруги О боже Домокозяйка Плотник Торговать Что у тебя есть Есть Дерево Да А домохозяйка С тобой Как дела Привет Не хочешь выпить Ммм Так Хороший твой алкоголь Честный вопрос Заслуживает честного ответа Сокея немного хуже Чем воротани Но компания Гораздо лучше Угу Видишь ли Мы немного дикие Особенно когда напьемся И это придает Местный колорит Какие истории Я могла бы тебе Расскажать Ты бы слышал Как яя Кричит на своего мужа И нока Когда он приходит Домой пьяным И наоборот Они отличная пара Или песни Которые поет старик Ё-мое Выпив рюмку другую Даже шоджи Иногда краснеет Его трудно впечатлить Даже изгои Иногда выпивают Они живут у деревни Веселая компания Только опинанка Немного Потише Другая Единственный человек Который никогда Не приходит выпить Это шут Ну тот Что пришел сюда Из-за бандитов Никогда не доверял Этому парню Похоже Он и нам не доверялся Весь диалог с ним Да? Плотник С тобой что можно поговорить? Так Мы строим Новые деревни Здесь В долине Да Я слышал Надеюсь ты знаешь Как это сделать Мы все еще изучаем Все тонкости Столярного дела Столярное дело Это целое искусство Существует множество Способов Соединения двух Кусков дерева Иногда Древесина Врезается Как лешний краб Иногда Как хвост Голубя Моей жене Миве Нравится Соединение Животных Хитрость заключается в том Чтобы обеспечить Плотное прилегание Двух кусков дерева Просто соединив их вместе У меня ушли годы на обучение Но теперь я один из самых Уважаемых мастеров В долине Я даже сделал элементы Я даже сделал элементы Для крыши храма Обязательно посмотри На них при посещении Обязательно гляну Сто процентов Так Значит Вопросы у нас были Еще Дальше Да А мы немножечко От них отойдем Вот в эту сторону Здесь у нас Плюс Один мешочек Ну в смысле Торговец Ну мешочек В смысле символ Так Торговка Охотничьими товарами Что у тебя есть на складах А Слушай Хорошо живут Смотрите У всех есть вода Ну вот видите У них уже технология открыта А у нас нифига не открыт У нас только кровать И очаг Все Я уже хочу Вот прямо такое себе Не себе Нам дома поставить Так Что ты продаешь Ну-ка В основном Мех и кожу Кстати Кожу можно было бы приобрести Потому что у нас есть Несколько вещей Которые мы можем Как раз из них изготавливать Знаю Это не самый Чистый бизнес Но без этих вещей Было бы трудно жить Ты сама снимаешь Куру с животных Что? Ты прекрасно знаешь Что это означает Духовное загрязнение Конечно Сама я этим не занимаюсь Я получаю Свой товар От Куромару Нечистых Они могут делать Подобные вещи Угу Кстати Ты знаком С моим братом Фуджиучи Он у нас торговец С луками и стрелами Лучше В долине Покажи Что у тебя есть У тебя есть А это что такое Интересно А это гриб А кожа где? А это у нас Деревянные ярии Стрелы Интересно Почем Четыре Нифига себе Дороговато Дороговато Мясо По четырнадцать Мех А ты может быть Мой мех заберешь Чтобы мне слот освободить А перья берешь? Берешь На тебе туда чуть-чуть Я еще девяносто четыре Монеты Есть Которые я продам тебе Вот так Дальше я продам тебе Метерин доску Продам тебе бревно И продам тебе бамбук У нас это все на складах есть Я лучше карманы свои освобожу Под какой-нибудь другой лут Правильно? Правильно Это есть Денежки получили Кстати, а почему мясо? По двадцать Слушай, ну, наверное, я продам тебе немножечко, да? Вот так На шестьдесят И восемнадцать тебе оставим Ну, на всякий случай Вот еще солому тебе скину Четырнадцать Ну, вот тебе еще кара, наверное, нужна По-любому На четырнадцать Идеально, по-моему, да? Все Хорошо поторговали Хорошего дня тебе Кто-то Кто-то в теремочке живет А, это склад у них, походу, да? Ничегошеньки нет Так что-то я с младком бегаю Как по своей деревне Я хочу посмотреть, что есть вот здесь Такая На отшибе постройка А, это у них Добыча древесины здесь идет, да? Ну, склады, естественно Их для нас не будут доступны А дровосек поговорить А, здесь много древесины Я вижу, ты ценишь Практическую сторону жизни Просто я строю дома Для новых поселенцев А, ты из девичков Я слышал о тебе Возможно, ты оживишь долину Старые времена Когда правил старый даймё Мы без остановки рубили деревья А потом сплавляли их по реке Всегда был какой-то большой проект Который нужно было построить Еще одним крупным заказчиком Был монастырь Когда они строили храм Мы много работали Но и зарабатывали неплохо Теперь, когда храм готов Война мешает торговле Людей с материалами Поселение стало спящим царством Да, часть древесины идет в Ивасаки Часть на ремонт домов Но это уже не то, что было раньше Ведь когда-то я контролировал Когда-то я контролировал крупные поставки Мы обязательно будем Много строить в новых поселениях И я с нетерпением этого жду Да, я тоже Закрыть Тут у вас что? А, тут у вас пусто Колокол Это у нас кто гуляет здесь? Домохозяйка Так, это та же самая домохозяйка, а другая? А, так, привет Что привело тебя сюда? Я один из новых поселенцев Которые остановились в сосоге Ах, да, я слышал Новоприбывавших Которые восстанавливают Бедную старую развалину Ну и как пожелает старый добрый молодец? Это кто? Ну да, Кинго Мой бывший муж Развод с ним был лучшим решением моей жизни А-а-а Это я-я Понятно Теперь я замужем за Иноко Он хороший человек, богатый И не убивает животных ради удовольствия Будда учит состраданию ко всем живым существам Но разве в Сиге нет охотников? Если ты убиваешь животных из-за голода Это можно оправдать Но Кинго Ему это просто нравилось Здесь большую часть работы с мертвыми животными Выполняют люди из соседней отверженной деревни Они хорошие люди Даже Апинанка Она, ну, ты знаешь Она не одна из нас Угу А вот и жена того бедолаги Да? Который Нам Про нее очень многое рассказывал Слушай, классный прикид Ты там что-то видишь? А, он там что-то видит Да О, один из чужаков Говори Для деревенского жителя Ты неплохо вооружен Разве ты не слышал? Дороги опасны Там бродят бандиты О, это шут, кстати Про которого мы с вами уже Почитали и про него слышали Да? Они сначала убивают тебя Потом уже задают вопросы По крайней мере, мне так говорят Старые жены воротани Люди здесь умные Они знают, что мы не бандиты Мы просто хотим свободы Как и Энджиро Наш лидер Такуко Послал меня сюда Чтобы я помогал торговать И поддерживал связь с старостой Трудно доверять человеку Когда он вооружен По самые зубы Просто предостережение Ты должен когда-нибудь Посетить нашу деревню Она называется Энджиро В честь величайшего лидера Который когда-либо Был у долины Его сын тоже один из нас Увидишь Мы будущее этой провинции Торговли с ним никакой нет Да? Вообще ничего у них нет И сундуки все закрыты Эх-эхэ Этого мы уже видели Нам нужен кто-то другой Так, а где у нас были еще Значки вопросов? Значки вопросов Вопросов, вопросов Ну, походу Все с вопросами уже были найдены Да? Они тут походили Побродили Мы вместе с ними Тут ничего нет А тут у нас что? Большое помещение Прямо я бы сказал Ого-го какое Гигантский склад Мастер по созданию луков А, про него говорили, да? Что ты продаешь? Понятно По общению Фуджи Фуджиучи Вот Чем ты занимаешься? Привет, чужак Я делаю луки Это мой заработок Без них было бы трудно Выжить в лесу Да, монахи учат нас Что нельзя убивать животных Они не учат нас Как найти общий язык с кабаном Или как выжить без еды Так что пока мир не станет лучше Нам будут нужны наши луки И мы сможем есть хорошо прожаренное мясо Хотя бы время от времени Ты также должен познакомиться с Аки Моей сестрой Она торгует мехами и кожей Здесь в деревне Я слышал, что идет какая-то охота Да, Шоджи Староста деревни Устраивает охоту на кабана Когда-то это было развлечением Знатных лордов Которые катались на своих благородных лошадях И изменяли своим изысканным женам Но мы сказали нашим господам Что они шли к черту И теперь сами охотятся Это не так элегантно, как раньше Но чертовски весело Хочешь ли ты принять участие В этом изысканном... Ах, черт Не хочешь ли ты убить кабана? Наверное, мне понадобится копье Копье? В сеге Деревня, славящаяся своими луками Ты, наверное, просто сболтал, не подумавши, да? Тебе понадобится лук И несколько стрел Кроме того, ты должен знать, как снять шкуру с животного для получения меха Достаточно ли ты хороший охотник, чтобы это сделать? Ну, я думаю, у меня должно получиться Ты думаешь? Недостаточно убедительно Есть разница между думать и делать Докажи свою правоту Научись снимать мех с животного И принеси мне один кусок меха Олени или зайца Неважно Слушай, я только что продал мех Ё-моё Пошел, наверное, к ней покупать его, да? Так, стоять Ты на что продаешь? С значком Ты у нас по заданию Это охотник, да? Торговать Меха у тебя нет Кто-то тут продавал мех Не помню Так, не то Что-то я потерялся Не могу никак найти, у кого был мех Ладно, пофигу Сейчас возьму копье, лук И кого-нибудь здесь поймаю Это будет проще Наверное Зайцы Лисы Кабаны Кто тут у нас еще? Олени Тюлени Вообще все подряд Пожалуйста, выходите Вы нам нужны, как никогда О! Косой бежит Сейчас Один косой Будет бежать за другим Да? Так-так-так-так-так Надо, чтобы он немножко Там остановился Где-нибудь О! Боже, направь мою руку Отлично Найс шот О, я понимаю Вот это скилл Пришел Немножко посидел Побалдел водиться Ну и все Я откис А не надо было Затянул он это Да? Мех есть Мясо тоже Возвращаемся Кто охотник? Мы охотник Куда ты убегаешь? Куда ты прячешься? Я за ним Он от меня Совсем там С дубу рухнул что ли Стой, подожди На Поговори Я принес Смех Который ты просил Неплохо для начинающего Есть некоторые разрывы И у тебя есть Проблемы с головами Но это всегда самое сложное Могу ли я присоединиться К этой охоте? С чем? С копьем? Коротким маленьким луком? Нет, я не могу Позволить тебе пойти С этим Это неподобающе У нас есть еще время Давай я покажу тебе Как правильно изготовить лук Прежде всего Поговорим о дублении Тебе понадобится Соответствующее Оборудование Угу Построй станцию Для выделки кожи В портновской мастерской Это мне надо домой Что-либо возвращаться? Ты серьезно? Да, это жестко Так, слушайте Ну я наверное думаю Знаете как поступить? Сперва добежать До следующей точки А только уже потом А только уже потом Вот так вот мы это сделаем Да? А потом мы вернемся домой Да, вот так Так что сейчас придется Очень далеко бежать Но ничего страшного Потом обратно зато Домой телепортируемся Причем Да, было указано Что мы можем использовать Колокол для телепорта Но этот телепорт Почему-то очень странно Как это работает От слова Не работает Вот Нажимаешь Ничего не происходит Я для себя Принял решение Что самый хороший вариант Оказаться быстро дома Это нажать вот эту кнопочку Респаун И ты дома Нам туда На ту самую гору Надо забраться Рисовые поля Походу Которые мы с вами Пролетали Которые мы с вами На будущие вещи Потихонечку мех Начинаю собирать Где-то здесь у нас Еще сторожевая вышка Должна быть Ну, опять же Кистройки пока не станем Сейчас задача добраться До Самого главного Походу Здесь места Какое-то еще поселение Да, у нас есть Прямо рядышком Ну-ка Кто вы Что вы Это мы Ох, нифига Обдолбанный что ли Что с ним случилось На строитель храма Не, нормально вроде Такие какие-то Непонятные повадочки были Так, это мы выключаем А, нет Наверное, все-таки включаем Обратно На строитель храма Привет Так Ты приносишь Милостыню в монастырь Каковы твои обязанности Здесь Умолять О пропитании Что же еще Ты не похож на попрошайку Я прошу от имени Монастыря А это требует Определенной Элегантности И достоинства Обычно Монахи стоят На обочине дороги И просят людей Наполнить их миски Рисом Я делаю то же самое Разговаривая С лидерами деревень Воротани В расположенном К югу отсюда Находится ферма Сеги на юго-западе Дает древесину И в Асаке на западе Производит железо А люди наполняют Твою чашу Обычно больше Чем несколько телег Но у нас в монастыре Многое И у нас есть Свои потребности Другими словами Вы собираете налоги Не совсем Мы защищаем долину И помогаем ей расти Люди благодарны Потому что Они тоже помогают нам Угу Так, а вы что продаете? Это воин-монах у нас Во Меня интересует Что ты, да? Торговать Еда Жена аббата Ну-ка Добро пожаловать В наш монастырь, чужак Я здесь, чтобы поговорить С аббатом Ах, бедняга Джоэн Постоянно принимает Посетителей Всегда занят Я все время Говорю ему, что Это хороший путь К ранней могиле Он, конечно, никогда Не слышит Ты, кажется, близка С аббатом Ну, наверное Так и должно же быть Я его жена В конце концов Аббат женат Ты не слышал, да? Конечно, он женат На мне Я знаю, что во многих школах Буддизма Монахи не могут жениться Но сам мастер Шинран Наш основатель Был женат Если тебе легче Двигаться К просветлению Когда ты женат То женись и все А ты женат? Нет, еще нет Попробуй как-нибудь Иногда лучше Произносить Нэмбутсо вместе Угу Так, ясно У нас тут что есть Воин-монах Торговать Здесь одежда И луки, кстати, идут А лук почем? По 60 Короткий, да? А у нашего состояния Сейчас Чуть больше Половины Ну ладно Я думаю Закупать Нет никакого Смысла Монахиня Ладно Двигаем дальше Внутрь Ну неплохо Здесь так Единственное Темно Это раз И во-вторых Зима Да Я думаю Летом было бы Здесь как-то Поинтереснее Вот он стоит Сейчас Знаешь Что мы сделаем А у меня солома Нет Черт А я могу солома Сделать? Могу Да Так будет Определенно лучше Аббат Приветствую тебя Храм Джорин Джин Приветствует всех Поскольку каждый Может положиться На милостыню Амиды И надеяться На спасение Наму Амида Буцу Я так понимаю Вы последователи Хонганджи Да Это филиал храма Могучной школы Хонганджи Я настоятель Похоже ты здесь недавно Поэтому позволь мне Объяснить некоторые вещи Там Где другие школы Предлагают сложные ритуалы Доступные богам И привилегированным Мы просим всего лишь Повторять эти слова Наму Амида Бацу Они одинаковы для всех Будь ты раб Или господин Они позволяют В твоей жизни Течь в соответствии С могущественной Влагодатью Будды Амиды Я пришел сюда Чтобы сказать тебе Что я начал восстанавливать Сожженную деревню Ты хорошо сделал Что пришел сюда Сейчас создание новых деревень Запрещено Но формально говоря Ты не нарушаешь закон Потому что Сожженная деревня Никогда не прекращала Своего существования Мы могли бы не одобрять Такой обход закона Но это правильно Восстанавливать деревню Наполненную воспоминанием О страданиях Которые отвлекают От следования Надлежащим путем На Амида Бацу Храм будет наблюдать за тобой Но ты можешь продолжать Начатое Пусть это поможет Другим обрести покой Полагаясь на милость Амиды Мои сородичи И другие люди Пострадавшие от войны И с радостью Поселятся в деревне Это обещание Которое я им дал Когда уходил Поэтому я так же Смиренно прошу Твое разрешение Послать за ними Но ты решил не приглашать беженцев Прежде чем Посоветоваться со мной Ты хотел чтобы я тебе сначала Направил милостнюю Амиды Это правильный путь До нас так же дошли слухи Что ты трудишься на благо долины Поэтому я даю свое разрешение Я верю что по твоим руководствам Эти новые поселенцы Помогут всем нам В это трудное время Я смиренно благодарю тебя Ты позволил пригласить мне Моих соотечественников в долину Но им нужно где-то будет жить Позволишь ли ты мне построить Еще одну деревню Твоя первая деревня процветает И ее процветание Так же влияет на храм Ты хорошо поработал Я поручаю тебе Колокол для второй деревни Пусть благодать Амиды Струится через твои действия Я смиренно благодарю тебя С твое позволение Могу ли я построить две деревни Прежде чем начать новое путешествие Заверши это Твои первые деревни И остальная часть долины Требуют твоего внимания Придет время И ты попросишь другую Колокол Но ты еще не готов Ясно Так нам нужно достичь Династии 44 уровня Здесь у нас вроде как По заданиям все Надо посмотреть суммарно Что у нас здесь висит В общей базе Дикие свиньи и ворота Ну здесь получается 14 уровень Мы должны будем получить Мы можем обустроить еще одну деревню Ну а вот что касается здесь Так стоп Да колокол мы получили А вот здесь нам нужно с вами Будет построить станцию Для выделывания кожи Угу Отслеживание И домой Я дома? Да Я дома Шикарно Колокол наверное надо пока убрать Чтобы он нам не мешал И не отвлекал Да? Как-нибудь вот сюда Ну остальное оставляем И надо пока будет Да все дело приготовить Неплохо так мы тут еды получили Да? Значит сразу все перекидываем Мясо вот сюда Отправляем Но это наверное пока оставляем Что касается меха и прочего Также надо будет сейчас распределить По нашим объектам Но сперва строительство Значит что мы здесь должны будем сделать Это мы выбираем мебель Для объектов Дальше нас интересуешь ты И Вот ты Ммм Требуется глина и камень Понимаю Здесь наверное поставлю Зимой кстати удобно Да? Вроде и ночи Но так хорошо все видно Просто отлично Можно даже знаете И без факела здесь бегать Все добывать и делать Надо еще ловушку проверить Ага пустая Ну что вроде как Почти что готово Получите кожу Можно использовать Дублин в ванну Угу Так это пока мы убираем Тогда Требуется 20 воды Так Кара и мех Угу Десять Так Десять Двадцать Двадцать О это надо будет Позаморачиваться Кара Есть Мех Надо искать По моему у нас он был здесь на складе Девятнадцать штук Чуть-чуть не хватает Ты посмотри Ну и воду надо будет Подсобрать еще А здесь у нас Вода превратилась в лед уже А здесь есть Тридцать шесть Да? Сейчас мы разделим Так группа У нас получается Разделить Вот так Двадцаточка есть Тут правда еще лисица выбежала Да? Эх Надо было ее поймать Но они скорее всего Вот сюда наверное Отправили сторону пляжа Вон она гуляет Стой Да гоню же все равно О Отлично Прямо как подарок Да? Недолго надо было бегать Искать Добавили Ну я так полагаю Мы получим только одну кожу Да? А мне надо будет Их целых три штуки Ох Заморочка Пойду пока наверное Поохочусь Только самое что интересно На кого Вообще пустота Да? Походу там уже пошел Слух В нашем лесу Что Ну лучше отсюда сваливать Слушайте Вообще никого здесь нет Просто никого Что-то бегаю Ищу А никого нет Хотя нет Слушайте Смотрите Единица кожи У нас есть Возможно Так понемногу По чуть-чуть Если мы будем там Добавлять все Что у нас появляется Да? То как раз таки Кожа так у нас Будет формироваться Забираем единицу Возможно Однокожая у нас идет Один мех Три коры И две воды Сейчас заодно проверим То есть заодно Производство Должно производиться Две штуки Да? Да Слава богу Так это и есть Шикарно Я думал Это у нас Такой объем Будет уходить ресурсов Только на Один кусок кожи Но это да Была бы вышка Все Как так смотрю Знаете Вроде Я очень сильно Люблю зиму Но вот В этой игре Во всем сейчас В этой стадии Ну как-то Не очень Она только Красиво выглядит Все таки Осень наверное Для меня Здесь прямо Самый Эталон По визуалу О Стоит Ждет нас А ну сюда беги Оп Да ладно Эть 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 Нет Не дам тебе уйти У нас такая Вот Видите Современная охота Ни с луком Ни с копьем Не бросаем И мы пытаемся Затыркать О Смотри как Отлично Они сюда частенько Приходят На этот пляж Он их Все прямо Манит Попали А здесь уже Чуть-чуть Осталось Ой Не попал А что там Сейчас по параметрам А 2 300 воды И 600 Уже Дни Воды Нормально Надеюсь Там кожа готова Так время Скоротали Проверить Да 2 штуки Еще готово А пока Остальное Сюда будем Добавлять А мех У нас Сюда-то И не Закинулся Да 15 штук Есть Наверное Пока он полностью Не отработает И есть свой ресурс До этого Ничего и не сделаешь Получите Полулук Так Его можно сделать На рабочей станции Охотника Угу Кожа Солома Бамбук И любая доска Поговорить Фу-Джи-Учи Сейчас Ооо Это к нему туда Первый крым А туда у меня телепорта Нет Никак не работает Да Надо ножками туда Шуршать Я этот лук Поменяю местами Ну-ка Ну он такой Побольше Поплотнее И покрепче Да В общем Побежал туда Одного Смотрите Завалил И здесь Огромное их количество Еще Но я никого Больше не буду трогать Я чисто Хотел проверить Как с этим Мы будем Разбираться И сколько мы с него Можем Получить Материала Ну-ка Мех и мясо Угу Нормально Плюс 3,8 У меня сейчас Сколько Еще осталось Ты одно Ладно Наверное не буду Да Но если что Я знаю Куда за вами Приходить Хорошее местечко А вот и мы У нас все получилось Фуджиуджи Давай Привет чужак Так у меня есть лук Я сам его сделал Покажи-ка мне Что ж Ты довольна Результатом Да Ну и если вам Комфортно Мести Кто я такой Чтобы стоять Между вами Иди Наслаждайся Как старинный лорд И выпей после этого Как свободный охотник Поскольку ты чужак То могу дать тебе Дружеский совет Наш тароста Питает слабость Ну обычным подарком Он сообщит тебе Что ему нужно Так Принять участие В охоте А у нас Маркер где А у нас Маркер Аж 200 С лишним Метров Слушайте Тут еще узнать О Сиге От жителей деревни Но мы тут С ними уже Со многими Пообщались Походу Кого-то просто пропустил И не могу Получить Маленькую информацию Для Скажем так Полного Закрытия данного Задания Да Сейчас что-нибудь Попробуем Отыскать Может что-то с ним Около колокола Надо поговорить Надо говорить С теми Кто у нас Не подсвечен Вот Дровосек То есть Когда мы с ними Общаемся У нас Усвечивается Уже не его задача Да И не его Работа и роль А уже Его имя Поэтому Значит эти люди Уже Скажем так Были Проверены А вот с тобой походу Мы очень изговаривали Сашира Привет чужак Чем ты здесь занимаешься Я люблю деревья Топорами Или пилами Когда еще был жив Шугагай Шугадай Наш жестокий правитель Мы Больше пользовались пилами Куда быстрее Пилить дерево пилой Не так ли Дело не в этом С пилой люди Шугадая Не могли так хорошо слышать Когда ты Спиливал дерево Для себя Тебе наверное Стало проще Ведь Шугадая Больше нет Жизнь здесь Не так непростая В прошлом году У меня умерла жена О Мне очень жаль А что случилось Суровая зима Многие погибли Что может сделать человек Я скучаю по ней Теперь я забочусь О нашей маленькой дочке Она нуждается в матери Возможно Когда-нибудь А Не важно Как у вас с дочкой дела Я справляюсь Но ей нужна мать Ей определенно Нужна мать Ну да Согласен Семья должна быть Полноценная Ну раз Мать умерла Ну Дело такое Соболезное Кого мне надо Еще же Здесь найти Сейчас попробуем Трактирщица Добро пожаловать Путник Выглядишь так Как будто бы Тебе необходимо Что-нибудь выпить Возможно Предложишь что-нибудь Если только Ты встанешь платить А ты кстати Женат Нет Нет Это не твое дело Когда ты Трактирщица Все твое дело Я не хотел Лесни свое дело Просто Я сама подумаю О замужестве И у всех Спрашиваю совета Есть один Дровосек Сашира Хороший человек Не так давно Потерял жену Я иногда навещаю Его по ночам Это всегда здорово Деревенская община Принимает нас У него очаровательная Маленькая дочка Я ей нравлюсь Ну просто Ты еще не определилась Да Да верно Ну я тут Ничем тебе не могу Помочь Знаю Знаю Ну слушайте А у вас Может все Получиться Здесь пусто Никого нет Мне вот кажется Но Летом Весной Осенью Да Вот В эти времена года Как-то деревни Более живые Что ли И народу кажется Кого-то больше бродит А как зима Все походу Уезжают В теплые страны С тобой мы разговаривали Да Это Аки С ним мы говорили А ты у нас О Мы с тобой не разговаривали Генза Приветствую Взгляни на мои товары А что ты продаешь Древесина Это мой бизнес Поскольку лес рядом Все здесь имеет к нему отношение Я могу предложить тебе не только различные виды древесины Но и инструменты для ее обработки Всегда нужно соблюдать осторожность при работе с деревом Особенно при строительстве дома Когда строишь дом Боги всегда рядом О да Камьи близкие И сами деревья тоже часть их мира Никогда не забывай о жертвоприношении камней Когда работаешь над новым зданием Желаю, чтобы твой бизнес процветал Всего хорошего В последнее время он немного замедлился Но я надеюсь, что ты изменишь это Все на меня надеются Понятно Я тоже на себя надеюсь Но дам тебе очень хороший и простенький совет Везет тому, кто сам везет Поэтому хочешь раскачивать свой бизнес Раскачивай Уже почти все дома бежал По-моему, со всеми поговорили Но где-то кто-то прячется Но мы его все равно найдем О С тобой старейшина Стоять Ты пришел нариси старейшину? Как мило Ты не так уж и стара Спасибо Я знаю свой возраст И я столько пережила, что чувствую себя как минимум вдвое старше Ты имеешь ввиду восстание? Его уж тем более Я тогда потеряла своего самого дорогого младшего брата Мне жаль Потом мне пришлось наблюдать, как кучка обычных бандитов претендует на его наследие Они назвали свой лагерь в его честь Погоди-ка Твой брат Да, Энжира Ты, наверное, видел веселицу, на которой он был повешен в сосуге А потом мой племенник, который был мне как сын И выглядел, как его отец, ушел к этим бандитам Староста деревни старается быть с ними в хороших отношениях А один из них, Шут, даже живет здесь Я этого не понимаю Понимаешь? Я стара, а чувствую себя еще старше Угу Так Тут пусто Может здесь кто-нибудь? Кто-то изготавливает лодки или что-то наподобие того Не Вообще никого нет Но я пока не теряю надежду Я пока решу немножко тут еще побегать, посмотреть Так, там общались О, там кто-то внутри Так, это Аки Угу Ладно, погнали по заданию Смотрите, там маленький лагерь Как раз где мы там зайца либо лису, да, ловили Для того, чтобы можно было получить мех Вот это то самое местечко Да, у них здесь сбор на ту самую охоту Сейчас мы тут примем участие О, может быть, кстати, надо было с одним из них поговорить Чтобы полностью закрыть задание Мы сейчас его не будем трогать А, пообщаемся с тобой, наверное, да Так, это нет Мы с тобой уже общались И с тобой тоже мы уже общались Угу Так, один из человеков говорит Как продвигается охота Не могу, пожалуйста, эти леса действительно нечто И хорошо бы попрактиковаться с луком и копьем Весьма полезно в моей работе, да Значит, получается староста деревни последний остался Поговорить Поговорить Хорошего тебе дня Я так понимаю, ты здесь староста Верно А ты один из новоприбывших беженцев, которые поселились здесь Да Мы остановились в разрушенной деревне И знаю, знаю, добро пожаловать в Сеге Некоторые в долине не любят новичков Но мы другие Лес это как мать для всех О, она кормит нас, одевает А иногда, когда сердится, забивает нас Забивает нас до смерти Но мы все равно ее любим Как можно не любить свою мать, а? Есть ли какие-то особые правила, о которых я должен знать? Базовая человеческая порядочность Единственное правило, о котором стоит помнить Мы упорно боролись за нашу свободу Я был там с Инжиро, когда началось восстание Он и многие другие погибли для того, чтобы могли избавиться от свободных правил А в лесу мы свободны Так, как наши соседи в Инжиро у моря Некоторые называют их бандитами Но мы знаем, как с ними разговаривать Фуджиучи рассказал мне об охоте на кабана Могу ли я к тебе присоединиться? Конечно, выпей, наслаждайся Здесь в Сеге даже лесники живут как лорды О боже Они не сидят у костра Наверное, пошли выпить чего-нибудь Должно быть где-то здесь, глубже в лесу, ниже по реке Сходи за ними, почему бы и нет, а? Окей Убить двух кабанов Так Это интересно Сейчас, походу, у нас будет великая охота Что у нас сейчас по оружейке есть? Есть копья, есть стрелы Ну, по сути, все, что надо для счастья, у нас имеется, да? Будем искать кабанчиков Ну, благо, сейчас зима Поэтому Обнаружить их будет намного проще Вон, зайцы В том же месте Ничего не меняется Сидит гадит там, а? Отлично О, вижу Цель найдена Где моё копьё? Наверное, сначала с него зайдём Чтобы нанести максимальный урон, да? А потом уже сразу переключаемся на лук Какой-то сваливает наверх, а? Конечно, снизу по ним стрелять и бросать Не самая лучшая позиция Поэтому чуть тоже наверх поднимемся Вон, ещё олень отсюда сваливает Первое есть Второе есть Третье есть В смысле? Этого мало тебе? Отваливаем Отваливаем, отваливаем, отваливаем Но не нужна копья С луком такой себе Хотя, ну, только если так вот Максимально дерзко, да? Пытаться его нашпиговать А, слушай, неплохо зашло С этого лука прямо на ура Стрелу забрали И добываем мясо Четыре меха и десять кусков мяса Отлично Так, ну, алини мы не будем трогать Повезло Да, действительно, что и зима И они тут рядом оказались Ну, тут такой прямо вот На кормежку все вышли А вот и мы Товарищ Шоджи Хорошего тебе дня Да, надеюсь, что в деревне Все будет хорошо И тебе хорошего дня Так, нет Я убил несколько кабанов Проще, чем кажется, да Я проголодался От всех этих разговоров Моя бабушка Приправляла мясо Так, как никто другой Какой вкус Я дам тебе несколько советов На первый взгляд Это не так, что и сложно Ну-ка, ну-ка, ну-ка Не смей сравнивать себя с ней Просто посмотри, что ты сделал Теперь я еще больше проголодался И я с удовольствием Предложу тебе мясо кабана На которого я только что охотился Вот это уже что-то Эй, вы Эй Посмотрите сюда Новичок, который знает Как правильно Проявлять уважение Посмотрите на это все и вы И учитесь Я не тычу пальцем Да На чем я там остановился А, да, спасибо Порядочный человек Я не буду брать твою еду Вместо этого я дам тебе свою И немного саке Чтобы запить ее Канпай За плодотворное сотрудничество Между нашими Селами Вот и все Теперь, когда мы стали друзьями Мы можем приступить к делу Давай попробуем Это сотрудничество А? А каким образом? Есть один человек Которому, как мне казалось Я могу доверять свою жизнь Но этот чертов змей Продал наши секреты Соседнему клану Мне жаль его Но предатель должен получить По заслугам Приведи его ко мне Я заставлю его визжать Интересно Будет ли он звучать Как кабан Слушай, где я могу его найти? Последний раз его видели В предыдущем направлении Энджиро Амура Лагерь преступников Не самый удачный выбор Но он не мог далеко уйти И скорее всего Ты найдешь его Прячешься в холмах Угу Найди я Джира Сбежавшего шпиона Так, и надо 200 метров Да? Так, кстати По поводу деревни Хочу узнать Надеюсь, что в деревне Все будет хорошо Хорошего тебе дня Я тоже так надеюсь Некоторые люди любят Волноваться на всякий случай Но не я Не, не зачитали нам квест А что он нам там дал? Ага Простое мясное блюдо Надо его здесь найти Да, мы зашли в зону задания Так, и где он тут может быть? Покричать? Просто так Либо может поднимемся на высоту Пороба отсюда как-то его увидеть Хм Точка задания есть Но его пока не видно Сейчас найдем Обычно в таких играх Да, сразу на карте Отображается радиус То есть где нам надо будет его искать Но тут у нас такой функции нет В принципе и карта сама по себе Достаточно примитивна Такие некие маркеры Даже без приближения Но мы об этом уже много раз говорили Сейчас мы тебя найдем Лисы ходят Там кабаны Олени Ну если он и прячется То по-любому должна быть Какая-то хоть маломальская база Да То есть может быть костер он там развел Ну хоть что-то Не будет же он просто так сидеть На камнях и ждать нас Логично? Логично Вы покинули зону Так Значит он где-то вот здесь Да Но наши зоны поисков Тогда чуть-чуть сужаются Он по-любому где-то Наверное в самой низине Потому что все возвышенности Все холмы Мы только что пробежали Посмотрели Его нет Но и самое что интересно Также и палаток Я никаких не вижу Я буду еще узнать Насколько сильно растягивается Территория и зона его поиска Влево и вправо А вот здесь уже предел Да Значит где-то здесь Здесь тоже уже Покидаем территорию Это еще хорошо светло Но скоро-то уже будет темнеть И вот где его искать Фиг знает Я думал может быть он как Ниндзя где-нибудь там На деревьях сидит Но это навряд ли И мы покинули зону Ты посмотри И с этой стороны Тоже покидаем зону квеста Да Я в упор не вижу Пятачок Все меньше и меньше То есть зона-то поиска Не такая уж и большая Но где он Причем это же не камушек Это не палочка Это целый человек А может уже и не целый А вот он Прямо под водопадом находился Думал надо скальника бежать Заныкался От ветра Да Так Беглец поговорить О Привет Я знаю что ты шпион Соседнего клана Ей богу Как ты Они Они обманули меня Мой ребенок умирал Они сказали мне что могут его спасти И я поверил Дурак Каким я был Я не знал что они шпионы Я не знал что Раскрываю секреты Пожалуйста Ты Ты не знаешь что они сделают со мной в деревне Они Они жестокие Пожалуйста Думаю ты говоришь правду Ну спасибо тебе за милость Я оставлю тебя Но не они Ты должен исчезнуть Понимаю Да Да Я обещаю Ты спас меня Угу Надо вернуться и доложить счет же Он Прямо за этим скальником Дизаны Майклсы в камушках А Его там реально и не видно Пока не стемнело И Свет уже Не стал выдавать его Что же Так По поводу предателя Да Где он Он мертв Что Он напал на меня Думаю Он сам выбрал смерть Я Я не ожидал этого Я думал Он Сломленный человек Но справедливость Справедливость Спасибо Как ты сказал Хорошее сотрудничество Между нашими деревнями Закрыть Так Обсудить ситуацию С Фуджи Так Сейчас Где у нас это получается 199 метров Да Сейчас Наведомо К фуджи Какое-то чудесное лекарство Ребенок Конечно Умер Но Наверное Когда ты Настолько отчаян Ты поверишь В любую чушь Что ты собираешься Делать Я уже все сделал Я отпустил его О нет В смысле Ты поступил Правильно Но что ты скажешь Шоджи Я сказал Что я его убил Он похоже Был слегка шокирован Но Шоджи Не жестокий человек Ему просто нужно Поддержать Видимость сильного человека Чтобы соблюдать порядок Это безусловно Повысит твою известность В своей долине Точнее во всей долине Так сделали Достичь уровня 44 Да У нас по заданиям А у нас больше заданий То других и нет Либо бегать Путешествовать И заниматься Так слушайте А что касается стройки Что-то мы бегаем Путешествуем А дома-то у нас Открываются Под новый уровень Сейчас мы посмотрим О У нас появился Стандартный дом Простой дом На прямоугольном фундаменте Служит жилищем Для одного человека Тоже для одного Да Ну тогда Нам нужны Большие дома Нам нужны Большие дома И нам нужны Новые дома Но это уже будет Стройка В следующей серии Также у нас Из объектов Здесь снова Открыло что Да ничего Здесь таверны Нет Склад Тоже нет У нас получается Такой новый дом Добавился что ли Серьезно Ну может какие-то Тут еще тоже Вещи и декоры И объекты Но это уже Мелочевка Ой смотрите Лочуга нищего есть Разместив ее В своей деревне Вы сможете Привлекать местных Бродяг и попрошай Каждый сезон Обязательно Ведите с ними Торговлю Если они решат Приехать и временно Поселиться в хижине Так Тоже неплохо Из крупняка Что у нас здесь еще Есть фермерство Все закрыто Ну да Я думаю Тогда это уже Мы будем все делать В следующей серии Неплохо Так сегодня побегали Многое сделали Несколько объектов У нас теперь есть оружие Да и вообще в принципе Территория наша Потихоньку расширяется Ждешь следующую серию Обязательно втыкай ролику Лайкос Напиши абсолютно Любой комментарий Даже достаточно Будет плюсика Я вас всех сильно люблю Обнял Поднял Пока